Итак, это анализ рынка 30 мая 2022 года. Время 8.10. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон на сегодня ультрапозитивный, поэтому ждем роста российского рынка акций. И соответственно ждем выхода индекса ММВБ на уровень сопротивления 2475 пунктов, она же верхней границы боковика. Также веет относительным шартом по нефти, но об этом я более детально озвучу свои мысли в данном видеоролике. Но перед началом данного видеоролика я бы хотел презентовать телеграм-канал VM Trading. Автора данного телеграм-канала звали работать в Freedom Finance, но он выбрал развитие своего канала и своего творчества. Влад Мещеряков это трейдер, который объясняет сложные вещи понятным языком. Он оцелен на результат, сам заходит во все сделки, которые публикуют, не удаляет и их не редактирует. Ведет и бесплатный канал, на котором проводят турниры трейдеров с подарками и разбирает самые важные новости. Относится к подписчикам как к друзьям и открыт к вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Юридически оформлен и обязуется вернуть ваши деньги, если его инвестидеи будут убыточны. Работает по договору и среднемечная доходность Влада, автора данного телеграм-канала составляет 26,5%. К тому же недавний удачный трейд автора этого телеграм-канала был осуществлен именно на Газпроме. И соответственно данный канал, полагаю, кому-то будет очень даже интересен. Поэтому ссылка на данный телеграм-канал ВМ-трейдинг будет в описании к данному видеоролику. А мы переходим к политической риторике стран Европейского Союза. ЕС запретил ввоз угля из России, запрет вступит в силу 10 августа, эмбарго создает сложности не только в Москве, но и самому Брюсселю. Европейцам придется искать новых поставщиков, а компания пытается перенаправить потоки. Один из вариантов это азиатский рынок, сообщает из Вести. К слову говоря, по разным оценкам российский уголь в угольном импорте Европы составляет больше половины доли ЕС. В российском экспорте 22, дефис 24%. Да и к слову говоря, Россия уже поставляет в Индию и в Китай уголь по относительно дорогим ценам. Да, с дисконтом, но рыночная стоимость угля сейчас невероятно высокая, как и наряду рис, сырьевых товаров. Поэтому рынок сбыта для России, он имеется, который уже осваивается потихоньку. А вот где будет Европа закупать уголь? Вопрос хороший. Ну и соответственно, другая новость. Растущий дефицит энергетического угля в Индии и усилия правительства по активизации импорта могут помочь экспорту российского угля. На данный момент запасы угля у индийских электростанций упали до 8 дней потребления и без роста импорта могут усякнуть к июле. При этом российский уголь торгуется дисконтом в 30-40% к аналогам из Индонезии, из Австралии на фоне введенного ЕС эмбарго и логистических ограничений, сообщает коммерсант. Уголь уже торгуется на очень высоких уровнях. Соответственно, с точки зрения сырьевого кризиса, России удалось этот кризис избежать. Да пусть там хоть миллион эмбарго европейцы ведут, наплевать. Есть другие рынки сбыта, где Россия этот сырьевой товар, то есть уголь, она экспортирует. Просто в один момент времени Европа сама прибежит за сырьевым товаром. Опять же в России, вот о чем речь. Просто вся проблема Европы в том, что они подстегают широкое социальное недовольство в будущем. Именно впереди продовольственный кризис, откровенно есть будет нечего многим западным странам. Из-за того, что зерновые культуры сейчас в широком масштабе не поставляются, а зерновые культуры это фундамент вообще всего на этой планете. Из товаров народного потребления, скажем так. И ценным будет Россия просто-напросто из-за нехватки товаров, питания. Политики сейчас многое не понимают и пытаются на мировой арене играть мускулами. Но запомните одно, что подобное в истории мы наблюдали сто лет назад. И подобное в истории очень скоро повторится. Многие империи сто лет назад распались, развалились. И причем империи западные. И если европейские, глобально-западные политики будут дальше подобную риторику вести, чревато повторение этой проблемы, которую мы наблюдали сто лет назад. Только тогда распались эти империи на фоне геополитического военного провала. А сейчас в такой ситуации будет напряжение экономическое. Вот о чем речь. С другой стороны, цепочки поставок восстанавливаются, но с большими трудностями. Усугубляет ситуацию более высокий уровень перегруженности портов и задержки доставок в портах Шанхая и других районов Китая из-за блокировки COVID-19. Ну то есть локдаун в Китае широко распространены сейчас во многих регионах. В сочетании с продолжающимися перегрузками в портах по всему миру и низкими ставками обратной перевозки, в Азию спрос на контейнеры немного превышает пропускную способность. В общем проблема и в цепях поставок тоже имеется. И соответственно инфляция на перечень товаров, там будь электроника, товар народного потребления и прочего, оно будет расти, потому что товары не будут доходить до прилавков. Вот о чем речь. Но я просто веду к тому, что если вам нужны какие-либо товары, там не знаю, электроника, там я не знаю, ноутбуки, телевизор или еще чего-то, или там автомобили, напичканная электроника, то самое время покупать. Потому что в будущем это дефицит только будет нарастать. Соответственно и цена будет тоже на эти товары и комплектующие на них тоже будут расти. Вот она проблема современности. Деглобализация. Далее нефть марки Brent. Подступает цена постепенно к ожидаемым нашим сопротивлениям. Уровня 120-121 доллар за баррель. Внимание. На этих уровнях пока шорт еще не актуален. Но шортом очень сильно веет. Примерно от уровня даже 122-123 доллар за баррель по красненькой пунктирной линии полосы Гана. То есть тут будет такое серьезное алгоритмическое сопротивление, которое будет являться шортовой областью. Поэтому я, скажем так, рассматриваю нефть под шорт. Что тут греха таит-то, да? Четырехчасовый график. Цена уже перегревается. Но повторюсь еще раз. Даже пусть она спустится к уровню Яма-9 нефть, вот сюда, да? Плевать. Но она от Яма-9 отскочит именно вверх. На полусу Гана. Вот эту красную пунктирную линию. Потому что восток бурлит. Бурлит. Ближний восток я имею ввиду. Соответственно, уровни, да? 115 долларов за баррель. Они будут отработать. То есть будет тест. То есть видите, вынос, тест и потом только распределение. То есть смотрите еще раз. Шорт это локальная сделка, не более того. Среднесрочная сделка. Ну даже нет. Среднесрочная, наверное, нет. Но ладно, все же. Локальная сделка шорт. Ну а дальше надо смотреть по ситуации. Потому что если восток будет еще сильнее бурлить. Потому что там Турция обстановку, откровенно говоря, нагнетает. Хотя их тоже можно понять. Там чисто геополитическая риторика. И не более того. Так как некоторые регионы на Ближнем Востоке, они требуют более широкой либо автономии, либо широкой независимости уже. И прочее в этом духе. Вот. Соответственно, по мере того, как будет сильнее бурлить, это обстановка политическая. Нефть будет постепенно выше, 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 выше и выше выходить. К уровню отработки мартовского шипа 2022 года к 140 долларам за баррель. В такой ситуации. В общем-то надо учитывать. Поэтому локально я рассматриваю шорт по сопротивлениям гана. Ну а буду дальше по мере прихода к 115 долларов за баррель уже думать, как дальше поступать. Там, может быть, и лонг рассмотрю. Время покажет. Далее природный газ. Сегодня вообще будет боковик. Вот твердо и четко. Диапазон. 8,71, дефис 8,98. Но, я еще раз напомню, вчера говорил на эфире, шип будет отработан, данный шип. Поэтому, по мере прихода газа вот сюда, ну, может, к уровню там 9, может, даже 9,15. Там они могут моментить европейды сегодня запампить цену вот так вот, пшик, резко, резво. По мере прихода на эти уровни я буду рассматривать шорт. Вновь шорт по газу. Да и к тому же по газу на московской бирже ждем выхода вверх уже сегодня. Ну, примерно к сопротивлению 9,01, 9,25. Даже нет, нет, не так. 9,05, 9,25. Целый 20-сцентовый диапазон проходит. И здесь, да, можно рассмотреть сделку опять под шорт. То есть, вот пока такая правда, скажем так. Вот. В боковике все это будет, как и природный газ на Наймекс. Ну, и, соответственно, даже на младших таймфреймах, если посмотреть, то пока цели выше находятся. Но, опять же, повторюсь, по Наймекс, по природному газу на Нью-Йоркской товарной бирже цели ниже. То же самое, что и здесь. Тоже шип есть, цели ниже. Но локальненько там отскок у нас веет на двух биржах сразу. В общем, потенциальный шорт тут вновь актуален. Далее золото, серебро, платье на палладе. Я еще раз скажу, что картина здесь мне вообще до конца не ясна. Почему? Потому что, видите, надо смотреть ход торгов металлов с индексом доллара. Видите, индекс бакс находится на Яма-9. Еще раз повторюсь, нифига не понятно, пробьется ли Яма-9. Может быть, не пробьется. Этого я не знаю. Поэтому на эту точку неопределенности я не торгую. Ни золотом, ни серебром, ни плате, ни палладе. Потому что, если будет пробой Яма-9, цель будет уже вот здесь вот. На 98 пунктах по иных субакс. А это значит то, что золото пойдет вот сюда. На сопротивлении 1925. То есть, опять же, повторюсь. В более длинной дистанции времени индекс доллара будет падать. Я об этом даже сегодня в видеоролика обучаю еще запишу. Почему это так, с точки зрения макроэкономики. И металлы будут потом расти. То есть, серебро там на полтиннику, и там золото на 3,5-4 косаря и прочее в этом духе. Но локально, локально, пока не ясна картина. Вот именно на ближайший день-два. Вот пока уровень не пробьется, да, в индексе бакс. Или пока не выстрелится наверх. Или не пойдет низ. Торговать смысла нет. Это уровень самой лютой неопределенности. И тут, знаете, выше вероятность потери денег просто на этой сделке в газе. Точнее, не в газе, а в золоте, серебре, платине и палладе. Поэтому надо быть крайне аккуратным. Серебро то же самое. Правда, отработка шипа сегодня будет вплоть до уровня 22,45 доллара. По платине цель на Яма 50. В рамках того, что корректируется индекс бакса на текущий момент времени. Ну а по палладе, вот пока будем торговаться на сопротивление 2080 долларов за унцию. Как говорится, твердо, но четко. Далее пара рубль-доллар. Ну, здесь картина пока обыденная. Я еще раз напомню, что с точки зрения недельного графика на рубль-доллар, на фьючерсе, да, цели остаются неизменными. Это 73-75 рублей. Это Яма 9, Яма 200. В принципе, что могу сказать. Сегодня жду роста по рубль-доллар. Цель вот сюда, 68-69. Вот, на всем этом факторе будет РТС. Индекс РТС снижается, но об этом мы чуть позже с вами поговорим, когда будем его рассматривать. Поэтому цели выше. Но, опять же повторюсь, цель-то выше, но прям-таки расти. Прям вот без откатов цена не будет. То есть, видите, раз, два, три, четыре и пятерочка. Где-нибудь там 85. В общем, свои доллары-то мы держим. Пока что держим. То, о чем я вам ранее говорил, то, что вот мы на этом снижении закупались. Вот. Но, наверное, 85 примерно. Может, 82 там, я не знаю. Продавать мы их будем. Вот, смотрите, господа, такую откровенную ставку на баксы рекомендую не делать. Не делать. Почему? Потому что сейчас, сейчас формируется волна Б, господа, Б. А Б будет сформировано примерно вот здесь, на фьючерсе. Ну, почти 90, короче. Вот почти 90. Просто здесь уже надо будет продавать. Почему? Потому что сейчас осуществляется шартовый вынос. То есть, это импульс роста. То, чего хотела монетарная власть в России добиться, она добилась. То есть, СБРФ и прочие в этом духе. Вот. Они сюда погонят доллар. Там толпа опять побежит покупать. Простимулирует доп. спрос. А потом бакс упадет опять. Вот о чем речь. Поэтому, если у вас поза есть, держите. Если у вас поза нет, но, как бы, я не знаю, сами поступайте, как хотите. У нас лично поза есть, мы ее держим. И где-нибудь там на 80 с плюсом будем раздавать. Потому что к 80 с плюсом, то все равно рано или поздно придем. Но повторяю через отказ. То есть, упал, отскочил, упал, отскочил, упал. Ну, и дальше конкретно упал. Ну, и прочие в этом духе. Далее, пара евро-рубль и фьючерс на евро-рубль. Ну, картина здесь, в принципе, неизменная. Как и в доллар-рубль, цель на сегодня 73-74. Цель среднесрочная. Вот сюда. Яма-200, 82-83 рубля. Ну, это, опять же, промежуточный уровень, на самом деле. Потому что цель, она и на 90-е имеется. На плеядах данных скользящих средних. То, о чем мы с вами ранее говорили. То, что эта валютная пара будет расти. Это неизбежно. Оно так и будет дальше происходить. Только это рамка волны B. В рамках волны B. То есть, отскока. По юаню то же самое. Повторюсь, сопротивление. Ну, примерно 15-17. Это среднесрочный уровень, куда юань придет. Где его можно будет вам продавать, если он у вас имеется. По локальным уровням. Вот цель сюда. 10-40 на сегодня. 10 рублей 40 копеек на этом сопротивлении. Но цели, повторяюсь, есть и выше. Вплоть до уровня Яма-200. Уровня 12 рублей 20 копеек. Короче, шартовый вынос пока будет осуществляться, я полагаю. Ну и медленно, но верно. Данные валютные пары. И данные валютные пары. Доллар, евро, юань, ряд других. Вольт будут просто расти. Это неизбежно. Далее индекс S&P 500 и фьючерс на S&P 500. А здесь, наверное, надо еще корреляцию индекса ВИКС провести. Индекс страха и паники. Волатильности, грубо говоря. Вот. Видите, индекс волатильности постепенно снижает. Цель его на Яма-200 находится. 20 пунктов. Поэтому локальный риск он на рынке будет осуществляться. Но, внимание, господа и дамы, смотрите. Это все локально. Почему? Потому что ниже 20 пунктов ВИКС не пойдет. Тут, смотри, в чем прикол. Целимся на Яма-100 и Яма-200 по S&P 500. Уровень 4,300, 4,350. Но. Но. Там уже шорт. Только шорт. И даже по фьючерсу на S&P 500. Также. Яма-100. 4,420 пунктов. Целимся также на данный уровень. Там только шорт. На этих сопротивлениях. Индекс ВИКС тоже имеет потенциал снижения. Индекс страха и паники. Соответственно, долго этой фории продолжаться не будет на рынке. Поэтому, господа, локальный шорт будет актуальным. Почему? Потому что весь этот диапазон придется цене проторговать. Ну, а мы с вами, как вариант, неплохо заработаем. Процентов 5-6 на снижение к Яма-9. То есть, видите. Оп. Ну, а дальше мы смотрим по ситуациям. В общем, локальных трейдов тут очень много. Заработать можно на всем, поверьте. Главное, ввести идеи воочию. Далее. Индекс РТС и фьючерс на индекс РТС. Но я еще раз повторюсь, что ожидая сегодня локального роста пары рубль-доллар, соответственно, валютная переоценка на долларовом индексе РТС будет отрабатываться примерно с целью 1085 пунктов от первой цели. Но, опять же, повторюсь, в принципе, среднесрочная цель находится вот здесь, на уровне 900-1000 на большой проторговке. Я повторюсь, что по мере роста курса доллара по отношению к рублю РТС будет падать. То есть, то, о чем мы с вами говорили еще полторы недели назад, и повторялись неоднократно, РТС уже начал падать. Все, доллар пошел в рост, рубль пошел, как всегда, запивать поражение, неизбежно все это. Ну и, соответственно, РТС начал падать. Так что ждем РТС пониже. Повторюсь, от уровня 1-2 гана, блин, только лонг. Только лонг, господа и дамы, только лонг. Потому что, повторяюсь, потенциал роста доллара тоже, он имеет свои границы, свои рамки. Особенно в рамках шартового выноса, который сейчас отрабатывает. То есть, там тоже есть свои максимумы ценовые, грубо говоря. Откуда доллар будет развариваться. А там, когда развернется доллар, развернется РТС. Поэтому, поверьте, идей на рынке очень много. Соответственно, от уровня 950 по РТС я готов рассмотреть лонг по данному фьючерсу. От уровня 1-2 полосы гана. Так что, даже сегодня я ожидаю снижения. Ну, там цель 1085. Упал, отскочил, упал, отскочил, упал. Все, дальше набор позиций. И дальше, когда заработаем, мы с вами пойдем вместе в местные столичные автосалоны, кто проживает в Москве. И будем покупать каждому по Бентли. Все. И будем жировать, как не жировали никогда еще русские люди. Далее, индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Я еще раз напомню, что цель находится вот здесь. Уровень сопротивления 2455. Это боковик, верхней грани боковика. Идем медленно, но верно к нему. Как говорил товарищ Ельцин, твердо, но четко. Поэтому идем именно к этим уровням. Я не цитирую Ельцин ни в коем случае. Нет, мне этот чувак просто особо не симпатичен. Но, блин, у него такие высказки, конечно, были. Очень стойкие, я бы сказал. Особенно, когда этот чувак пьяный пел. Калина, калина, калинка моя. Это было очень эпично. Это какой там был, если не ошибаюсь, 94-й год, что ли? Блин, золотые 90-е. Ностальгия. В общем, было реально классно. Ну, в массе свои, я имею в виду. И в нулевые в том числе было прикольно. Но я немного отвлекся. Так, возвращаемся к индексу ММВБ. Ждем выход вверх. 2,450. Точнее, 2,470. По фьючерсу на ММВБ. Цель у нас вот здесь. ЕМА 50-я. 253 тысячи пунктов. Сюда приходим. Полоса Гана 1,2. Что делаем? Рассматриваем шорт. Все. Пришли. Отскочили. Откатились на ЕМА 9-ю. Зашартили. Получили 6% прибыли. Уходим в автосалон и покупать там все Геленвагены. Все. Наши мисси на ближайшие несколько дней. Отшартить здесь все, что можно отшартить. Потом идти покупать Геленваген. Все. Господа, ставьте цель. Дальше будем потребительствовать универсально. Далее, что касается рынка акций России. По Газпромчику. Сегодня ждем отката локального к уровню поддержки. Ну, примерно 290. Потому что технически уровень ЕМА 200 сегодня локально в виде шипа, я думаю, будет отработан. Это то же самое, что рынок не может упустить. Тут и тем более много стопистов накопилось, как я читал по форумам. Вот они сегодня будут выбиваться от Седова. Вот так вот. И дальше пойдем уже вверх на сопротивление примерно 313-315. Коль там дивиденды еще имеются. Залп дивидендный еще есть. Поэтому рынок на Газпром сейчас смотрит относительно позитивно. Поэтому вниз. Дальше от НМА 200 только вверх. Далее, Лукойл. По дневному графику. Тут как можно даже не дневной, а 4-часовой ключи для общего понимания. Рынок будет сегодня расти. И Лукойл сегодня пойдет на сопротивление 4415-4400-4500. Вот. В принципе, к этим уровень Лукойл будет подходить сегодня. Тут большая проторговка имеется. Ну вот она проходит. Серьезно такое, знаете, сопротивление ценовое. Здесь он для шорт. Только шорт от ЯМА 100. Урни 4 там сколько там у нас? 550. Сюда приходим. Проторгуемся. Можно зашортить. И цель на ЯМА 9 уровня. 4-230, если не ошибаюсь. Нормально. Очень неплохо будет. Потому что отрыв от ЯМА 9 мы сегодня по младшему таймфрейму очень серьезно увидим. Даже по часовому графику. В принципе, на это все возможные сигналы есть. Ну вот. Уровень, повторюсь, он 4405. Ну и 4500. Активен. Сегодня ждем пробои. В принципе, ЯМА 200 и Полукойл. Что касается металлургов. Я вас еще предупреждал на эту тему 27 февраля после начала СВО. Соответственно, металлурги начали снижать производство. ММК сократил выпуск стали на 40%. Северсталь тоже снижает производство. Предупреждает о риске сокращения на 20-40% в июне. Сейчас, насколько я знаю, переориентирование идет металлургов на внутренний российский. рынок. Ну и, соответственно, рынок ближнего сока в виде Ирана. Вот многие из вас пишут, мол, если там все, как говорится, будет допустимо, ну, как бы это нейтрально сказать. Если, короче, России удастся сделать то, что она делает сейчас, то я с вами согласен. Металлурги пойдут туда, где сплошные руины. Так, откровенно, если говорить. Вы в этом право. Но, господа, повторюсь, наперед пока не забегайте. Надо ждать. Надо выжать, надо смотреть. Потому что ситуация, она такая, знаете, шаткая. То в пользу одной ситуации происходит, то в пользу другой. Видите, как весы, как весы. То за, то против. Поэтому не торопитесь с выводами. Моя вам добрая рекомендация, мой вам добрый совет. Поэтому металлурги, они пока, в принципе, среднесрочно, повторюсь, неинтересны. То же самое, Северсталь, она смотрит вниз, вот к этому уровню. Косаря. Тысяча. Ну, от ЕМА-9 отбивается вниз, отбивается. Ну, все очевидно. Так что, идем вниз по НЛМК. Идем вниз после ожидаемого нами отскока, которым мы с вами месяц торговали. Идем по НЛМК на отработку шипа уровня апреля, 19 апреля 2022 года. Ну, 145 примерно. В Магнитогорском ММК то же самое. Уйдем вниз, там, 37-36 рублей за акцию. Вот, поэтому, ну, нету идеи. По ММК так цель вообще и ниже есть, 33-32. Так что, поаккуратнее будьте. Газпромнефть, это смотрит на сопротивление уровня ЕМА-100, ЕМА-200, 445-450. Здесь актуален именно шорт, потому что ЕМА-200 прокалывать никто не будет. Драйвера на это нету. Импульса не хватит. Получится вот такой фаршик. Сюда приходят, вот так, хоп, проторговывая с какое-то время, хоп, и уходят на ЕМА-9, медианную полосу больше. Рассюрт только шорт. Актуален, да, от уровня 445 до уровня 410. Поэтому, ну, в принципе, Газпромнефть я беру в обозрение. Под потенциальную торговую сделку. Датнефть то же самое. Цель у нас ЕМА-100 в этой песочнице, да, 425 рублей. Дальше приходим, проторгуемся на полосе ГАНа, единички этой голубой, пунктируем, и уходим вниз на ЕМА-9, медианную полосу Боллинжера. Вот сюда им. То есть, 10% отката мы получим. На шорте можно заработать, почему бы нет. Далее, Роснефть, та же самая ситуация. Ну, в принципе, по нефтегазу одна и та же ситуация. Вот, цель у нас по Роснефти вот сюда, цель 430 примерно. Подторговаемся, уходим вниз на ЕМА-9, медианную полосу Боллинжера. То есть, опять же, от шорта 10% можно будет взять. Я сейчас тоже эту бумажку заштрихую вот сюда. Почему бы нет? Как говорится, господа, есть цель, преград не вижу. Увижу преграды, бульдозером их перееду. На Советском Урале нафиг. Далее, Распадская и Мечел. Ну, про Распадская картина пока побыденная. Из боковика вышли вниз. Пока будем проторговываться на поддержке ГАНа уровня 1 к 1. Но, повторюсь, шип мартовский остался. Его, конечно, в идеале нужно отработать. Даже несмотря на то, что потенциальные доходы Распадской и Мечел будут роси на факторе экспорта угля в дальние азиатские регионы. Повторюсь, шип есть, шип есть. Его необходимо отработать. Мечели тоже самое, между прочим. Шипы апрельские тоже имеются. Поэтому постепенненько жду выхода по Мечел на ЕМА-200. 115 рублей за акцию. И только там можно, опять же, при желании рассмотреть эту бумагу. Почему бы и нет? В общем, идей на рынке, в принципе, много. Я их буду постепенно все публично публиковать на Телеграм-канале, в контакт-группе, Яндекс.Зен и Ютубе в том числе. Но в качестве теханализа. И там свои мысли тоже будут к ним приписывать. Поэтому я вам сейчас озвучил лишь часть идей. Все остальные идеи в процессе. Поэтому заработать можно будет на всем. От шорта, от ланга роль не играет. Что валюта, что фьючерсы на сырьевые товары, что акции. Там по барабану. Еще раз повторюсь, публикуем вот здесь. На Телеграм-каналах. Их 4 штуки. Рекомендую подписаться на ВКонтакт-группе. Тоже рекомендую подписаться и на Яндекс.Зен. Как говорится, господа, зарабатывайте, развивайтесь вместе с нами. Прогресс гарантирую. Твердо и четко гарантирую. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотной стратегии наших главных союзников. Я еще раз отвечу на вопрос, среднесрочный мне рынок российский нахрен не интересен. Только спекуляции. Почему? Потому что, повторюсь, потенциал снижения российского рынка акций имеется. Особенно по индексу ММВБ. По РТС уже получили, по ММВБ все впереди. Особенно после 9-й насечки Газпрома, который будет в июле. Поэтому, господа, будьте аккуратны. Среднесрочно российский рынок интересен при индексе ММВБ от 1600 пунктов. Еще раз решил вам это напомнить. Шипы эти отрабатываться будут, но не сразу. Благодарю за внимание. До свидания. Удачи всем торгов. Продолжение следует.